Ряд важных постановлений сегодня рассмотрели члены правительства республики. В частности, в Минфине предложили утвердить реестр доходов. А Минэк внес корректировки в региональную программу. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Регионы страны продолжают формировать новую бюджетную политику. Теперь власти субъектов обязаны ввести реестр источников доходов. Предложение Минфина председатель правительства утвердил. Бюджетная система Российской Федерации представляется законодательным органом одновременно с проектом закона о бюджете. Данные требования распространяются начиная бюджет на 2018-2020 годы. Данным проектом предлагается порядок формирования и введения реестра источников доходов республиканского бюджета и реестра источников доходов ТКОМСа. Рейстр источников доходов – это свод информации о доходах республиканского бюджета Республики и бюджета ТКОМСа Чувашской Республики. Члены правительства внесли корректировки и в программу развития промышленности. В частности, дополняется государственная программа мероприятиями, реализуемыми автономным учреждением Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности Чувашской республики, и на камне развития Чувашии. Уточняются объемы финансирования в 2017-2020 годах. Всего за три года на развитие промышленности планируют направить более 30 миллиардов рублей. В региональном фонде продолжают отбирать прорывные проекты. Порядок отбора инвестиционных проектов по строительству объектов капитального строительства. Тоже сейчас находится на согласовании с прокуратурой инвестией. Надо ускорять, чтобы механизм заработал отбор, проекты посмотрели, чтобы по итогам года что-то можно было, по крайней мере, поанализировать результаты. Члены правительства рассмотрели новые правила применения материнского капитала. Теперь эти средства возможно потратить на товары, которые необходимы для социальной адаптации детей-инвалидов. Перечень обширный. В него входят дорогостоящие устройства и платные курсы для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика.